Каждую неделю сотрудники ветеринарной службы, Минсельхоза и отдела по защите прав потребителей выходят в специальный рейд. Проверяют те, кто в разгар лета продает на улицах копченую рыбу, не имея на то никаких разрешительных документов. С начала года в Чите и в Читинском районе уже 10 продавцов получили штрафы. И это при том, что оформить необходимые для торговли справки не так уж и сложно. Готовую продукцию нужно отдать на обследование в краевую ветеринарную лабораторию и по истечении пяти дней получить документ. Вот и в районе центрального рынка мы нашли такого горе-предпринимателя. Если требование не будет выполнено, то вместо 500 рублей продавец заплатит в два раза больше. К слову, за экспертизу в лаборатории хозяину улова пришлось бы заплатить от 150 рублей. И все же сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, золотая рыбка, которая так и манит читинцев от Арахлейских озер до Читы, реализуется незаконно. У продавцов отсутствуют документы, при торговле нарушается температурный режим и в целом условия хранения. В мае у нас был зарегистрирован случай отравления, батулизма. У женщины, которая, возвращаясь с Арахлейских озер, приобрела на Каштагском кольце рыбу и получила пищевое отравление. Продавец установлен не был, потому что он был случайен. Помимо этого, на Каштагском кольце при температуре плюс 40 умудряется продавать краба и якобы свежую рыбу из Владивостока. Специалисты советуют приобретать такие продукты только в магазинах и не забывать смотреть на дату выработки, сроки реализации и условия хранения. К слову, требования и к этому виду торговли с 1 сентября станут еще жестче.